Жители поселка Управленческий обеспокоены судьбой районной больницы. Пошли слухи. Здание поликлиники хотят продать, а врачей переселить на окраины. Чтобы разъяснить ситуацию, с жителями встретились представители районной администрации и главный врач седьмой поликлиники. В кабинетах седьмой городской поликлиники весенняя копель. Правда, ни врачей, ни пациентов это не радует. Из-за сырости отваливается штукатурка, на стенах плесень. Врачи и медсестры, они, конечно, в таких условиях работают очень сложно. Крыша течет, стены валятся. Вот это, двери вообще это невозможно. Конечно, тот, кто был внутри, видел, что для учреждения, медицинского учреждения, конечно, это состояние совершенно невозможно. Поликлиника нуждается в капитальном ремонте. Но когда по поселку Управленческий поползли слухи, что здание хотят закрыть, люди забеспокоились. Я там лежал на операции в травматологии. Там пять человек. В кардиологии у нас друг лежал шесть человек. Там воздух, как в конюшне. Нас уже вытряхнули из женской консультации, обещали вернуть отсюда. А кто вам сказал, что так будет? Да весь поселок гудит. А слухи не бывает просто так. Чтобы разъяснить ситуацию, главный врач больницы и представители районной администрации встретились с жителями района. Слухи о продаже поликлиники абсолютно не имеют под собой вообще никакой почвы. И о переносе тоже. Речь идет о переносе поликлиники на время капитального ремонта здания стационара. Родились эти слухи из того, что здание находится в аварийном состоянии, оно нуждается в ремонте. Деньги на капитальный ремонт здания в этом году не предусмотрены, а значит переезда не будет. Но ремонт необходим. По словам главного врача больницы, сейчас готовятся документы в городской департамент здравоохранения. Лариса Шалафаст, Валерий Шаронин, ГИС События. В Самаре устанавливают светофоры нового поколения. В настоящее время на территории города каждый второй светофор оборудован светодиодными лампами. Будет еще больше. По федеральной программе безопасности дорожного движения в городе реконструируют еще 11 светофоров. Светофоры на Мичурину установили еще в 60-х. С тех пор ни разу оборудование не меняли. Фонари горели тускло, часто ломались. Тяжело переходить, тяжело. Еще и ругаются, бывает выскочить вплоть до того, что угрожают. Женщина берет телефон молодая, едет, светофор горит, она позволяет себе говорить. Теперь здесь будут стоять новые, современные светофоры. Лампы в них установлены светодиодные. Прослужат в два раза дольше и светить будут ярче. Кроме того, новое оборудование расходует в шесть раз меньше электроэнергии. Еще среди новшеств это несколько секунд на перекрестке горит красный сигнал для всех. То есть повышается безопасность движения. То есть участник движения, который не успевает совершить маневр, у него есть определенное время для этого. Всего в рамках федеральной программы безопасность дорожного движения с начала года в Самаре установили 11 современных светофоров. Лариса Шлафаст, Валерий Шаронин, ГИС События. Смертоносная зебра. В Самаре на 40% увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. Водители сбивают людей на пешеходных переходах. Чтобы снизить аварийность на городских дорогах, инспекторы ГИБДД провели профилактическую акцию. Продолжит Марина Матвейшина. Переходи дорогу на зеленый и только по пешеходному переходу. Прописные истины, которые знают даже первоклассники. Но часто на улицах можно видеть, пешеходы лавируют между автомобилями в самых невообразимых местах. Хотя и на зебре нужно быть внимательнее. В текущем году у нас на территории губернии совершено 92 дорожных торговых путешествий на пешеходных переходах. Рост составляет практически 40% в сравнении с прошлым годом. Также наблюдается рост происшествий на пешеходных переходах с участием детей. Областная акция «Пешеход» привлекает внимание всех участников дорожного движения к проблеме. Активистами в ней стали школьники, юные инспекторы. Прилежных пешеходов награждали сувенирами, нерадивых пугали возможными последствиями. Если у него есть машина, то он может попасть в аварию, он может забить пешехода. Если пешеход сам не знает, то он тоже может попасть в такие же ситуации. Это может привести как к легальному исходу, так и получить увечья. Инспекторы ГИБДД еще раз призывают, будьте внимательны на дороге и вежливы по отношению друг к другу. А главное, всегда соблюдайте правила дорожного движения. Марина Матвеична, Владислав Манин, ГИС, События. С 1 апреля пенсии проиндексируют почти на 3,5%. Это уже вторая индексация. Первое повышение прошло в феврале, а тогда трудовая пенсия увеличилась на 7%. Апрельское повышение коснется всех получателей пенсий. Сегодня в Самарской области около 900 тысяч человек, которые получают пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. На 14% вырастут и социальные пенсии. Прибавку получат участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие, нетрудоспособные граждане, а также пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Неработающие пенсионеры тоже получат прибавку федеральных выплат, если их пенсия не достигает величины прожиточного минимума. На сегодня он составляет 5487 рублей. Для тех неработающих пенсионеров, к сожалению, у которых размер пенсионной выплаты ниже этого стандарта и в совокупности с другими социальными выплатами не достигает этой величины, органы пенсионного фонда выплачивают им федеральную социальную доплату. И этот стандарт, поддерживание социального стандарта для неработающего пенсионера предусмотрен на весь 2012 год. Сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн принимал жителей Самары. Решение многих проблем наметили сразу, но некоторые вопросы требуют детального изучения. Что волнует горожан в нашем следующем сюжете. Во дворе домов 351, 353 и 357 на Новосадовой снесли детскую и спортивную площадки. На этом месте появился забор, который оградил практически всю территорию двора. Потом стали рыть котлован и готовить площадку под строительство двух многоэтажек. Жители начали писать во все инстанции, отовсюду ответ. Разрешения на строительство нет, однако процесс идет полным ходом. Дети спрашивают, где нам играть, скажите, что нам делать. Мы ответить им не можем. Будет невозможно, например, припарковать машины. Хочется в том, что придомовая территория у них будет, либо очень незначительная, либо вообще у них будет. Инициативная группа жителей пришла в приемную депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он обещал разобраться в ситуации и запланировал выезд на место вместе с мэром. Я обязательно пойду на место, я расскажу главе о том, что с такими жалобами люди пришли. Если то, что написано в этих документах, правда, то, конечно, надо вмешиваться. В приемную также пришла многодетная и одинокая мать Елена Сорокина. С тремя дочерьми и престарелыми родителями она живет в маленькой квартире. Условия для жизни невыносимые, но признать дом аварийным никак не могут. Мне тогда заявили, весь Самарский район живет в таких условиях. И я дошла до президента, то есть я написала в том числе и Владимиру Владимировичу. Меня приняли у губернатора Титова тогда. Потом отправили мое обращение главе города, глава города снова в администрацию Самарского района и круг замкнулся. Депутат Госдумы пригласил разобраться в сложной ситуации руководителя департамента имущества Вадима Кужилина. Всего за день Александр Хенштейн рассмотрел 13 жалоб. От мусора во дворах до обманутых дольщиков. Марина Матвеевична, Владислав Манин, ГИС, События. Только русский человек, получив в поезде сырое белье, радуется. Значит, его стирали. Старый анекдот про железную дорогу знает каждый, кто хоть раз ездил в поезде. Современные поезда оснащают, ремонтируют и создают в них уют. К проводникам тоже особые требования. На конкурсе железнодорожников побывал наш корреспондент. Чай, кофе, потанцуем. У кого самый вкусный чай, а самое теплое одеяло, конечно, у проводника. Он для пассажира поезда и царь и бог. И ничего, что жизнь по расписанию. Расстояние сближает, наоборот, близких людей. Я рада возвращаться домой к любимым людям, которые меня ждут с нетерпением. Работе она никак не помешала мне. Работаю довольно своей очень сильно. В интернет-голосовании за лучших проводников приняли участие больше трех тысяч человек. Победу присудили команде из Пензы. Сергей Писарьков за три года работы на железной дороге проехал 420 тысяч километров. Бывает, говорит, что выматываешься, устаешь. На проводник веселая работа. Пассажиры попадаются разные. У людей есть о чем-то, допустим, свое мнение, поделиться чем-то, с впечатлениями, спрашивать иногда даже, как работа, как что. И рассказываем. Устроиться работать проводником непросто. Нужно не только иметь образование, но и пройти жесткий отбор, в том числе у психолога. Ценные кадры в РЖД на вес золота. Работать с людьми и суметь сработать с пассажиром, уметь угодить, скажем так, выполнить требования пассажира определенные, это надо уметь. И, конечно, люди, которым тяжело это сделать, не смогут просто работать с проводниками. И, соответственно, определенные требования мы тоже предъявляем к людям. Конкурс проводников в Куйбышевском филиале проводится впервые. За звание лучших боролись команды из Пензы, Самары, Ульяновска и Уфы. Победителями стала пара из Ульяновска. Она-то и будет участвовать во всероссийском конкурсе в Новосибирске. Они, к слову, обещали пожениться, если выиграют в конкурсе. Для остальных поезд, как говорится, ушел. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, ГИС, События. Ситар в Древней Индии, кефара в Древнем Риме. Все это пращуры современной гитары. Без этого музыкального инструмента сложно представить домашние посиделки и вечер у костра. Эта испанская красавица с горячим темпераментом прочно проникла в наши жизни. В каждом городе можно встретить мальчишек, мечтающих стоять на сцене с гитарой. Научить их своей технике приехал московский гитарист Евгений Финкельштейн. Гитара как человек имеет свой уникальный характер. И чтобы хорошо играть, нужно с ней подружиться, уверен московский гитарист Евгений Финкельштейн. Со своей первой гитарой он познакомился в 11 лет, а в 13 уже играл на сцене ДК в рок-группе. Мечтал собирать тысячные залы, трясти длинными волосами и быть суперзвездой. Последнее сбылось. Только жизнь переориентировала мальчика на гитару классическую. Хотя странности остались, например, длинные ногти на правой руке. Это не блаша профессиональная необходимость, чтобы звук был конкретным и громким. Для этого нужны ногти, нужны пилки, нужно за ними ухаживать. Если гитарист перед концертом вдруг случайно зацепил, сломал ноготь, это нельзя назвать трагедией, но это очень неприятно. Потому что все это, конечно, наращивается, но к такому искусственно нарощенному ногтю не сразу привыкаешь. Вообще время смотрят странными глазами, говорят, а что это с ногтями-то, да, какие-то... Нейлоновые или железные струны инструмента выбирает сам гитарист. От них зависит сила, глубина, подача звука. Еще нужно правильно сидеть, обхватывать корпус и гриф гитары. Но главное – вкладывать душу и получать удовольствие. На мастер-классе Евгений Финкельштейн делится с юными музыкантами секретами первоклассной игры. Начал заниматься с шести лет. Гитара, на мой взгляд, более мелодичная, чем другие инструменты, и звучит чище, чем скрипка. Я хочу продолжать играть на этом инструменте. Журнал «Гитарист» написал, что в концертах Финкельштейна буквально каждая нота приобретает необыкновенный смысл. Оценить игру мастера могут и самарцы. Концерт пройдет в филармонии 30 марта. Марьяна Мирная, Борис Смеловский, ГИС, События. Рай для мужчин. В экспо-Волге открылась выставка «Охота и рыбалка». В этом году много представителей зарубежных компаний. Ружья представляют Германия и Италия, транспортные средства – Япония. Новинка – духовые манки. На мастер-классе новичков обучают, как с ними обращаться. В каждом из нас спит утка. Надо только ее разбудить. Опытные охотники знают, манок еще не гарантия, что птица окажется в мешке. Крякать надо не абы как, а с сознанием дела. Только тогда птица прилетит на зов. Как только ему начнет самому нравиться, как он крякает, значит, все нормально. Но сначала утку надо разглядеть. Бинокулярная труба увеличит изображение в 15 раз. Не то, что птицу. Название самолета за 5 километров можно увидеть. Увидел, подманил, стреляй. Бенджамин Балбот – представитель немецкой ружейной компании, сам потомственный охотник. Главное достоинство его ружей – надежный и простой в обращении предохранитель. С очень гладким стволом, с шестью позициями, с характерным ручным замком. Очень точное ружье, с бесшумной системой безопасности для меткой стрельбы и быстрой перезарядки. 7 апреля сезон охоты на пернатых откроется только в Большечерниговском районе. Северные части губернии придется подождать до 14 числа. Погода для уток стоит нелетная. Лед очень толстый стоит, поэтому у нас есть опасения, что, может быть, утки вовремя не будет. К фирмам, которые представляют здесь свою продукцию, подходят избирательно. Мы отказали порядка десяти организациям, участникам, которых мы не поставили на выставку по одной простой причине. Они левотой контрафактом торгуют. Мы просто, когда посчитали, мы на 400 тысяч недополучили, что называется, прибыли, потому что мы просто их не поставили на выставку. Поплавки, снасти, удочки, спиннинги – не продаются здесь только секреты у дачной рыбалки. Выставка продлится до 2 апреля. В воскресенье среди посетителей разыграют мини-снегоход «Пегас». Любовь Коренева, Алексей Золотенков, ГИС События.